В ближайшие дни расслабиться самарцам не удастся. Низкие температуры будут держаться еще минимум 4 дня, говорят синоптики. На дорогах местами образуется гололедица. Сейчас уже мы попали в зону влияния северного антициклона, я уже говорила, полярного. Поэтому воздух здесь морозный. Это зависит от того, в какое барическое поле мы попадаем. Первая декада это был западно-восточный перенос, а сейчас у нас с севера пришел антициклон. Резкие перепады температуры и атмосферного давления в первую очередь сказываются на людях, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. В этот период им рекомендуется больше употреблять пищи, содержащей калий. Я заметила со вчерашнего дня, мне что-то стало плохо, а сегодня уже хорошо. Как вы относитесь к резкому похолоданию? Как обычно, болеем. Мы люди уже после 50 лет. У нас, естественно, гипертонический криз, давление поднялось. Артериальное давление влияет, конечно, на нас очень сильно. Перемены погоды так или иначе чувствуют все, поэтому в такие дни не стоит загружать себя слишком большим количеством дел. После работы можно принять контрастный душ и выпить травяного чая из отвара липы, мяты или ромашки. Накануне и в день резкого температурного перепада, особенно в сторону похолодания, старайтесь меньше есть. Исключите из рациона острые и жареные блюда – шоколад и алкоголь. По прогнозам синоптиков, осадков в виде снега в ближайшие три дня не ожидается, а вот температура воздуха будет снижаться. Помните, что главное – здоровье. Одевайтесь теплее и берегите себя. Это Юлия Фролова, Максим Гусев, События. Субтитры создавал DimaTorzok